Здравствуйте, мои дорогие и любимые! Обычно мне задают вопросы, а сегодня желание есть у меня задать вопросы тоже. Значит, мы про финансы поговорим. Значит, наслушался я тут РБК, насмотрелся, значит, это виднее. Вот, что мы наблюдаем. Значит, в первой декаде июня у нас средняя ставка по вкладам, которую Банк России публикует, составляла 15,69. Вот, а во второй декаде уже 16,0. Значит, что у нас со стоимостью денег? Значит, под стоимостью денег я буду понимать, как бы, доходность облигаций государственных. Ну, они считаются, как бы, безрисковые. Вот, поэтому, так вот. Вот так. Значит, на один год и чуть более, там, год там с чем-то, 16,5% это доходность облигаций. На два года и чуть более. От 16,2% до 16,4%. Ну, как видите, больше 16. На три года и чуть более. 15,8% – 16,0%. А вот более пяти лет, там разброс уже побольше. Ну, от 15,4% до 16,4%. Смотрим инфляцию, которую нам, значит, тоже Банк России сообщает. Она составляет, выдавая, 8,3% инфляция. Но вот по опросу граждан, как они ощущают, значит, какая же она будет, инфляция. Они спрашивают, какая будет инфляция, как вам кажется, значит, через год. Вот, значит, 11,9% считает народ, 11,9% инфляции. А через пять лет 10,7% инфляции. Я напомню, что руководство ЦБ уверяет, что до конца года 4% будет инфляция. Вот. Ну, к этому стремиться надо, типа. Значит, стремимся, мы стремимся. А что же мы видим по рынку? Вот не так, вот мы стремимся, там, это, ну, сами, знаете, к 80-му году, значит, строительство коммунизма заменим на Олимпиаду. Я вот не об этом сейчас, а, значит, что рынок-то говорит? А рынок говорит, слушайте, товарищи, дорогие, ОФЗ-то трехлетки 16,0. Инфляция, значит, ожидаемая через год почти 12, а через пять лет чуть меньше 11%. Ну, и к чему мы стремимся? И вот теперь вопрос. А вы верите в том, что эта инфляция будет, там, словно говоря, 4%? Или мы все-таки будем смотреть на рынок, как он показывает себя? Конечно, если вы взяли, там, и какие-то длинные облигации купили, ну, смотрите, длинные облигации, значит, на 3 и более года, да, можно купить со ставкой примерно, с доходностью, не ставкой, с доходностью 16%. А как упадет инфляция до 4%, прикиньте, это вы будете с таким-то бешеным доходом, конечно, все хорошо будет. Я понимаю, будет ли инфляция такая, мы вот сомневаемся. Народ тоже, вот видите, народу верить надо. Я считаю, что вот текущая 8,3, я не знаю, у кого там инфляция, у меня там, ну, в районе 20%, может, чуть меньше процентов инфляции. Надо чеки все время сравнивать, потому что говорят, что корзины надо сравнивать, у кого какая корзина, значит, кто что там на что тратит. Вот, значит, а я напомню, что сегодня еще июнь, вот, на 1 июля будет праздник, повысится вся коммуналка, вот, тогда и посмотрим, значит, что к чему будет. Вот, ну, можете мне в комментариях там написать, к примеру, скажем, как вы оцениваете уровни доходности, уровни инфляции, верите ли вы в том, что инфляция будет так резко падать до 4, или мы все-таки, вот, будем ориентироваться на рынок. Рынок говорит, что, вот, видите, там, ну, район там от 11 до 16 процентов. Ну, пока на этом все, жду, значит, ответ, как соловей лета. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok